Всем привет! Меня зовут Анна. Я блогер автомобильного портала Формакар. Сегодня мы приехали к нашим партнерам, талантливым ребятам STL Global Concept. В марте следующего года ребята совместно с Формакаром будут выставлять свои тюнинг-проекты на самой престижной выставке в мире в Женевском автосалоне. Попробуем узнать, что это будут за проекты. Привет, Арсен! Привет! Что у вас снова произошло после нашей первой встречи? Ну, вам сказать это очень мало. У нас произошло достаточно много. У нас последняя встреча была лето, да, и после этого, как мы тебе представили Венома, мы сделали, практически уже доделали 5 новых проектов такого же объема и запустили достаточно интересный для нас проекты направления производства карбона. Ну и чуть позже мы тебе расскажем за наш последний проект Гаджира. Я смотрю, к вам вернулся Веном. Какие планы по работе с ним? У нас есть большое желание сделать все аэродинамические нижние элементы из карбона, углеволокна. И как раз вот этой разработкой мы будем заниматься. И мы, скажем так, подумали, решили, хотим поменять ему образ. Образ именно в цветовой палитре, цвет дисков, цвет кузова. Хотим сделать его в едином цвете и, скорее всего, будет это перешить в салоны. Пока не буду говорить, какой это будет цвет. Он, скажем так, известный, но очень редкий для Порше. Есть специальная серия, но, я думаю, интереснее будет всем увидеть, когда он будет готов. Веном станет теперь еще круче. С тобой мы уже виделись. Привет. Привет. Как раз ты мне и нужен. В финале последней акции от Фармакар вы презентовали новый шикарный проект Гаджира. Расскажи, пожалуйста, о нем поподробнее. Пойдем, как раз я тебе покажу все возле машины. ГТР Гаджира – это своего рода перерождение легенды в стиле СР-клуба концепт. На этом проекте мы заменили практически все навесное оборудование. Из родных элементов остались вот это зеркало и дверь. То есть все остальные элементы у нас абсолютно новые. Одна из самых эксклюзивных деталей на этом проекте – это крыша. Она своеобразной формы аэродинамической. Завершение хвостовой части идет как спойлер. Она очень идет этому проекту. И своего рода это гребень Гаджиры. Также один из важных элементов – это аэродинамический спойлер. Он сделан в стиле ГТР, но он гораздо шире, он выше, и у него видоизменена форма его. Он очень похож, но на самом деле это совсем другой спойлер. Он несет очень серьезную аэродинамическую нагрузку. Мы в дальнейшем будем все наши проекты мерить по аэродинамике, и у нас будет полноценная вся информация. Так чтобы люди понимали, что мы это берем неспроста и не придумываем ничего. Одна из самых массивных деталей этого проекта – это задний бампер. Он двухсоставной, то есть верхняя основная часть, и нижняя – это диффузор. Он очень сложный, своими формами и гранями уходит под автомобиль. Также у него в дальнейшем будет продолжение аэродинамическое, то есть чтобы из-под автомобиля воздух проходил по аэродинамическим каналам. Установлены стоковые насадки выхлопа, но установлен именно наш стоп в стиле F1. Еще одни элементы, которые касаются задней части – это расширители. Это практически полноценные расширители. Это своего рода арки, только они достаточно массивные, и у них есть аэродинамический канал, то есть сюда поступает воздух, и с этой части он выходит. И еще, кстати, я забыл, у нас крышка багажника. Тоже новая. Она также видоизменена, у нее есть небольшой хвостовик, он напоминает спойлер-доктейл, но это цельная деталь. Это сделано для того, чтобы мы вынесли спойлер немного назад. То есть визуально это очень круто смотрится. Очередной элемент, который мы видоизменили, да в принципе сделали заново, это пороги. Они также очень сложные, двухсоставные. Это основная часть, которая крепится к кузову. И сплиттер аэродинамический, он с дополнительным гребнем с этой части, и он точно так же продувается воздухом, то есть задержки воздуха нигде в принципе нет. И это очень отлично сказывается на стабилизации боковой автомобиля. Новые элементы – это дополнение на дверь, это молдинг. И этот молдинг переходит также в такой очень интересный элемент. Да-да, именно это. Это тоже своего рода гребень. У него точно так же есть воздушный канал, и это передний поток с колеса. То есть весь воздух проходит, и он здесь, можно сказать, стабилизируется. И сразу можно перейти к крылу. То есть крылья точно так же новые на этом автомобиле. Они выполнены полностью из стеклопластика. Мы планируем сделать их из карбона, но об этом я скажу немного позже. И что касается крыльев, у них очень своеобразная форма, ни на что не похожая. Мы, в принципе, когда разрабатывали этот проект, делали дизайн достаточно выдающийся. В какой-то мере он в стиле ГТР, но он настолько раскачан и раздут, что он полноценно подтверждает свое прозвище Гаджира. Капот. Над ним мы тоже очень серьезно дизайнерски потрудились. Он продуваемый, то есть у него есть выход воздуха. Сейчас пока что здесь фальш-панели. Мы разрабатываем аэродинамическую и декоративную вставку как в передний канал, так и в задние каналы. То есть с этих каналов идет продувка. Если отсюда выходит горячий воздух двигателя, то с этой части проходит циркуляция. У него заходит воздух на радиаторы, и здесь, соответственно, выходит. И у нас получается полная циркуляция. И по дизайну он ни на что не похож. Он очень своеобразный и очень четко подчеркивает этот проект. И, конечно же, основная его часть – это передний бампер. Как я уже и говорил, мы постарались сделать этот проект в стиле ГТР, но он очень массивный. Безусловно, он занижен, но незначительно. Он сделан в каких-то тонких гранях из стиля ГТР, но визуально он гораздо объемней, он гораздо шире. Ну и дизайн, то есть он не похож на все, что до этого придумывали. Как раз совсем забыл. Для этого проекта мы разработали дизайн новых дисков. Они даже с гравировкой Гаджира. Очень своеобразный, очень сложный дизайн. В будущем мы его еще доработаем, потому что мы по своей сути перфекционисты и хотим, чтобы наши дизайнерские решения были полноценно правильно воплощены. Ты столько раз повторил название Гаджира. Расскажи, что это значит? Гаджира – это истоковое название мифического японского существа. Мы его выбрали, дабы подчеркнуть японскую мифологию и автомобильную индустрию Японии. Так как изначально Ниссан ГТР прозвали Годзилла, а это западная интерпретация основополагающего прозвища Гаджира. Ты говорил что-то о карбоне для этого проекта. Что ты имел в виду? В 2020 году мы планируем сделать этот рестайлинг полноценно из карбона. Он будет в эксклюзивном плетении. И мы этот рестайлинг разработаем для автомобиля, у которого будет плюс 1300 лошадиных сил. Есть автомобиль? Основная его часть. Как минимум те элементы, которые мы сделали, ну а дальше уже аппетит приходит во время еды. Я знаю, что вы совместно с форумом КАР готовитесь к международной выставке в Женеве. Поделитесь своими планами. Какие проекты вы готовите? Для нас это первый опыт касаемо Женевы. Несколько лет мы хотели попасть на эту выставку, но вот сейчас как раз пришел тот момент. Планы реализуемые. Один из них это как раз таки вот в новом виде Веном. Остальные проекты частично сделаны. Сейчас мы выбираем, какие именно из них поедут. Ну и один есть у нас, он находится в секретной комнате. Это такая темная лошадка, от которой мы можем немного рассказать. Мне бы очень хотелось посмотреть на вашу секретную комнату. Можно взглянуть хотя бы одни глазки? Нам сюда. А что там? Игровая комната. В Xbox будем играть? Помни, ты можешь уйти в любой момент. Да что там такое? Это зона, с которой начинается вся производственная часть, и к ней закрыт доступ. Но для форма кар мы сделаем исключение. Аня, у меня есть ключ доступа. Извините, съемка запрещена здесь. Здорово, и просторы у вас. А что это за девушка? Это Диана. Она работает вместе с нами, и как раз она занимается процессом моделирования. Нам всегда было интересно, справится ли с такими задачами девушка. И Диана вполне хорошо справляется. И даже некоторые парни ей конкретно у нас уступают. В прошлый раз в наше видео попало этот автомобиль. Подписчики интересовались, что это? Он реально необычный. Ну, это неудивительно. Странно то, что ты не знаешь об этом автомобиле. Это легендарная акула. Это наш личный первый автомобиль. И первый такой большой проект, который мы сделали. Смотри, вкратце, это полностью пластиковая морда. Это все замененные стекла, заниженная крыша. И самое интересное, вот здесь ты можешь танцевать, это триплекс девятка, 9-миллиметровое стекло. И этот автомобиль является музейным экспонатом в нашей зоне. Скажем так, такой долей вдохновения, так как это первое наше детище. У нас есть также этот автомобиль. Это 911-й турбо. Мы его называем малыш. Это стандартная база Пороша. Единственное, что мы сделали, мы полностью поменяли всю внешку и перешили салон. Все, что ты видишь, это стеклопластик и абсолютно новый кузов, шире, чем заводской, на 10 сантиметров. А что под плантином? Ань, подожди, Аня. Это как раз тот самый секретный проект, который мы готовим в Женеве. Я думаю, мы какую-то незачительную часть покажем. Но на самом деле это достаточно большой проект. Ты уже знакома с Веномом, и объем работы примерно такой же. Останется крыша, дверь и, возможно, крышка багажника заводская. Все остальное, навесное оборудование полностью меняется. Единственное, что мы можем показать, наверное, вот эту часть. Так это же ламборгини. Ну, ты догадалась, пусть зрители тоже подумают. Я прочитала. Ребят, все мы видим, что у вас очень большой объем работы и много новых проектов. Как вы это все успеваете? У нас просто нет другого выбора. А если серьезно, то это наши принципы, это наша жизнь, наша работа. И мы всегда стараемся ставить перед собой высокие задачи и решать их в максимально короткие сроки. Нам всегда твердят то, что мы выбираем непосильные задачи и то, что они невыполнимы. Но мы каждый раз доказываем обратное и развеиваем все сомнения. В марте следующего года мы увидим совместный тюнинг-проект от Formacar и SCL. А будут они представляться на международном автомобильном форуме в Женеве. Ну что ж, сегодня мы приоткрыли только маленькую завесу тайны. Подписывайтесь на наш канал, скачивайте наше приложение. До новых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok